По закону на каждом предприятии, где трудятся свыше 35 человек, должны быть рабочие места для инвалидов. Центр занятости не только регистрирует вакансии и подбирает специалистов на эти места, но и помогает адаптироваться к новым условиям. Трудоустроиться людям с ограниченными возможностями непросто. Не все работодатели готовы предоставить место. Да и сами инвалиды имеют внутренние барьеры и не идут на контакт. Поэтому государством в рамках программы «Содействие занятости» предусмотрена система мер поддержки таких безработных. Люди с ограниченными возможностями обращаются к нам для постановки на учет в качестве безработного. Далее в соответствии с их индивидуальной программой реабилитации мы подбираем подходящую работу. Касаемо именно сопровождения инвалидов, также приглашаем организации на совещание и заключаем договора по сопровождению инвалидов. У них есть ограничения к труду и надо их все-таки тоже рассматривать. Не на любую работу отправишь человека с ограниченными возможностями. Специалисты Центра занятости подбирают подходящую вакансию, учитывая уровень профессиональной подготовки, индивидуальных способностей и опыта предыдущей профессиональной деятельности безработного. Параллельно с ним работают психологи. Здесь регулярно проводят тренинги и консультации, помогающие адаптироваться в обществе. При этом инвалиды наравне с другими могут участвовать во всех проектах Центра занятости. Например, пройти бесплатные курсы и устроиться на работу в рамках соцконтракта. В нашей организации был необходим сотрудник, программист. Центр занятости предоставил сотрудника с ограниченными возможностями. Мы, рассмотрев данного сотрудника, приняли, что он соответствует полной квалификации. С трудностей у нас не возникло ни с трудоустройством, ни с самим сотрудником. Сотрудник оказался хорошей квалификацией. За данным сотрудником закреплен оставник. Соответственно, даем определенные указания, проверяем его работу. Если есть какие-то нюансы, которые сотрудник не может выполнить самостоятельно, он подходит к наставнику, наставник дальше уже с ним занимается, показывает, рассказывает, что нужно именно делать. Кстати, для категории испытывающих трудности предусмотрена материальная поддержка Центра занятости в размере 3000 рублей в первые три месяца работы. По закону Чувашской Республики о квотировании рабочих мест для инвалидов, на предприятиях, где численность работников свыше 35 человек, 2% мест необходимо выделить для людей с ограниченными возможностями. Если работников свыше 100 человек, мест для инвалидов должно быть не менее 3%. Сведения о всех вакансиях находятся в открытом доступе на сайте Работа в России. Надежда Яковлева, Павел Иритков, Республика.